Школа номер 10 признана лучшей казачьей школой Краснодарского края. Казаки здесь гости частые, но сегодня наставники пришли не с пустыми руками, а развернули для ребят настоящую выставку современного оружия. Наша основная задача – воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к своей малой родине. Каким будет казачество через 20 лет, зависит от того, как мы сейчас уже воспитаем молодежь в казачьих традициях, в казачьем духе. На это мы направляем все наши основные усилия. Месячник оборона массовой работы и военно-патриотического воспитания не проходит бесследно. Такие мероприятия вдохновляют ребят, в том числе и помогают определиться с будущей профессией. Наши дети действительно поймут, что и казачество, и армия – это большая сила на сегодняшний день, что есть кому защищать Родину. Это самое главное. Растет количество желающих в военное училище поступать. Вот это да, мы тоже обращаем внимание. Хотя экзамен не простой ЕГЭМ. А во дворе школьников ждала полевая кухня. Армейскую кашу привезли и росгвардейцы. Мало кем любимую гречку школьники уплетали за обе щеки. Но со знанием дела. В Великую Отечественную войну на этих тележках привозили эту кашу даже во время боя. И ее там ели. Мы попробовали именно ту кашу, потому что ее готовили солдаты по именно тому же рецепту. Было очень страшно, когда парни молодые вырывались, выбегали из окопов. Им было очень трудно преодолевать страх, потому что им надо было защищать своих родных. Там шли в бой даже подростки. Мы берем пример с тех солдат. Завершится месячник оборона массовой работы и военно-патриотического воспитания 23 февраля. На мемориале воинской славы состоится возложение цветов, а на площади Зимнего театра парад военно-патриотических клубов Сочи.